Вопрос о формировке молодого дерева 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 Хотя, если обычно, корнесубственные саженцы, они достаточно растут так, ровненько, пропорционально, близко к идеальной форме. Она не идеальна, она вообще принята. Почему и калечат привитые деревья, не ведая, что творят. Но я на всякий случай взял две фотографии, вставил, выбрал. Правда, у вас абрикос, а у меня персик. Но разницы никакой нет. Дело в том, что многие торопятся делать наклон, когда появляется урожай, деревья наклонят сами. Вот естественно, что мне бы в голову не прошло. Я за свою жизнь не наклонил ни на одну ветку. Единственная учебная фотография персика, помните на картоне, в прошлый раз, на картоне для контраста, поленями прижаты. Это только для учебных снимок, меня телевидение попросило. А так, пришло время, заплодоносило. И каждый урожай, ветка отклонилась все ниже, наступает такой момент, когда плоды упали. Подчеркиваю, упали, я их не собираю никогда, в смысле не отрываю. После этого она уже не возвращается в нормальное положение. Ну а дальше что? Страшный сон садиста. Приснится, а он потом скотит, в ледок будет пить. Когда он увидит, что ветки наклонены вниз, а дерево не положено. Ну и второй пример я как-то в одном из вебинаров показывал. Это тот же красный хутор, это моя груша. Вот, две ветки было, одна пошла вот так. Естественно, никто не пытался ни выпрямить, ни как-то оскубить так, чтобы она старалась вот сюда расти. А помните, я вам схему показывал, это же дикость. А вторая вообще легла. И вот тут такое явление, смотрите. Вот здесь персик, это привитый персик, кстати. Так вот, он лег на землю вместе с плодами. И естественно, ломаться не стал. Здесь то же самое. А эти ветки ломаться не стали, эта ветка вообще уже сейчас на земле лежит. Вы можете меня упрекнуть. Тут плюс на минус, непонятно, что лучше, шило или мыло. Дело в том, что да, здесь проветривание уже не то. Не то, потому что слишком близко к земле. Но в таких случаях я никогда не замечал гниение груш, я никогда не замечал, даже парши никогда не замечал. Вот поэтому в моем районе это не страшно. Возможно, некое проветривание штамба в основании нужно, ну и веток ниже скелета. Ну где-то ближе к Балтийскому морю. Вот, может быть чуть повыше. Но опять же можно обходиться без секатора. Тут мы друг друга поняли, уважаемый друг. Так, Абуховская Людмила получила заказ с именами и книгой. Спасибо за подаренные семена и ваш автограф. Очень приятно. Варенька, сильность за трудности. Так, теперь я специально... Она делится своим опытом борьба с лёй. У меня как она проходит? Ну, возвращаться к тому, что я говорил. Ну, если брать там, что абрикосы не трогает у меня, там груши не трогает, сливы эти самые, ненгерки не трогает. Трогает только яблони и сливы им плоды. А черешки не трогает, персики не трогает, тля у меня. И вишни не трогает. Почему? И там, где задернено, там, где много этих самых муравьёв, как-то не странно выглядит. Вот, как это не странно выглядит, но гли нету. Ну, если она есть на яблонях и на груши, на сливах, то есть на двух видах, на яблонях и на сливах этих самых ритглодах, круглоголовых, то не смертельно. Я вообще перестал с этим бороться. Борется только Сергей в питомнике, ему кушать хочется. Разные растения являются домом или питанием для разных насекомых. В саду необходимо иметь разнотравли. Ещё 10 поцелуев. А поскольку я пока ещё садовод праздничный выходной, и просто не успеваю бороться с сорняками, это, например, меня заодно, то многообразие растений, только все сорняки, мне только в помощь. Небольшой участок в нижнем углу специально оставляют диким и запущенным. Там птицы вьют гнёзда, растёт малина, крапива, бодяки, кипрей. По осени нахожу птичьи гнёзда на ветках, было даже соловьиное. В общем, дело в том, что, как бы это сказать, это вопрос, мы всё ещё подбираемся к прививкам, но мы же, у меня в саду почти все деревья привиты, поэтому это тоже очень важно. Привитое дерево, оно чуть слабее, как они собственного, особенно подвойного, сами понимаете. На подвор мы выбираем сверхморозостойкие сорта, да ещё желательно старожилы или даже эндемики, то есть которые они или там 50 лет жили тут, или 50 миллионов лет жили. И вот что получается. У меня это получилось так же, как в праздничный выходной, всю жизнь работал, вот. Надо же зарабатывать деньги, а сад долго не кормил, хотя более большой сад сожглений. Вот у меня получается так, значит, три раза кашу, вот. А остальное время она подрастает и становится опять чуть выше колена, снова кашу, и так три раза. Вот за 30 с лишним лет хуже не стало, это будет отдельный разговор, почему хуже не стало. Мне плодородие почвы не уменьшается. Кашу оставляю, кашу оставляю, максимально здоровые деревья, а меня упрекнули, и даже крупнейшие специалисты, некоторые морду воротили, это примерно так. Железо путает лес с садом, да, для меня это одно и то же. Раз, или, например, как мне это самое, мне Сергей рассказывал, к нему пришло письмо, а там написано, ну, у него же свой почтовый ящик, а там написано, были, приезжали к железовым засаженцами, саженцы купили, там сад хороший, но на самом деле, ну, такое, знаете, там разочарование в словах, на самом деле это просто запущенная дача. Вот так вот. Ну, а почему? Приехали, может, в это время, трава по всему саду была выше колена. Но это святое. И, уважаемая Людмила, вот целую последний раз, идем дальше. Мы тут с вами, вот, другой сад, сад, в котором нет, разнотравив, сад, в котором нету дерна, сад, в котором нету муравьев, это уже тот самый культурный сад, но это не сад, это как раз извращение. Сад, это когда все почвоперекопано, это все авторитеты, включая Мичурина, вся там черный пар, все побелено до уровня ушей, как минимум, так, значит, такой побелка, как они деревья дышат, вот, изувечены опять до уровня головы, все изувечено, чертовой матери, вот, представляете? Ну, естественно, 10-15 обработок, если на юге, несколько обработок, если на севере, вот, то, чего я ничего не делаю. Вот это, почему-то, вот это вот, уродливые эти самые, деревья с искусственным штампом, вот, больные, несчастные, с больными листьями, с целью, а это все считается, это садом, а у меня получается запущенный участок. Итак, расскажу как анекдот, сейчас поймете, появился новый вид вредителей, вот, за последние годы два гнезда обнаружил, сфотографировал оба, почему? Это не наши, не наши, это гусеницы, не сибирские, вот, почему? Наши зимуют в коконах, в сухих листях, вот, на специальных, вроде какие они умные, на специальных этих гнездах, скрученных листях, и склеенных, вот, там они развиваются, весной вылазят, а эти летом появились, вот я за ними следил, это было интересно, но это кто-то привез, скорее всего, Средней Азии, вот, как в свое время к нам колорадского рука привезли, вот так теперь этого, что, ну вот Александр Песоцкий, вот он написал такое письмо, потому что я умудрился, это тоже касается, ну раз вебинар был, раз реакции, обязан сказать, вот, у меня и у вас предки с Украины, надеюсь, помните, еще сделаны старые жилища под названием Мазанки, глины на воскоровье, вот, короче, целая нация ошибалась, дед построил хату из кирпича, сарай, ну, в общем, там не было плесени, то есть получается, что, ай, была из жесткой побелина, из код здоровый, вот, дело в том, что он фактически заступился за вот этот старинный способ, например, вырезали Морозобойну, капитально, там везде пишется, ну, как Наталья, я уже не буду фамилию лично раскрепать, как Наталья Андреевна, мы с ней заочно сцепились, вот, интересно было к ее реакции, когда Антон Сафронов отправил с критикой мое, это самое, фильм, она сказала, смотреть его не будет, вот так, то есть она, если правда не будет смотреть, значит, никогда правду не узнает, как надо сады выращивать, но это чисто по-женски не буду, даже не знаю, что там, и вот, значит, ладно, а она, когда делала, ну, это же серьезная вещь, 300, треть миллионов, или даже, ну, ну, бывает же, что журнал смотрит по несколько человек, или десятки в библиотеках, ну, полмиллиона это точно посмотрела, а она там взяла, ей вопрос задали, вырезать это, надо, вот, и этим дерьмом, коровьим, надо замазать, вот, но я-то понимаю, что она не поздоровилась, вот, ну, как сказать, что-то там писать, ну, как это сделать, ну, как, проще взять готовое, перед раз 19, попадает 21, вот это меня и возмутило, именно поэтому я, не отрицаю, что, коровье дерьмо, оно, это самое, ну, как бы обладает какими-нибудь антисептическими свойствами, может быть, хотя странно, да, понюхайте, какой там, вот, но тем не менее, я просто хочу уточнить, значит, мое мнение такое, даже, мы можем спорить, старинный русский способ, навоз коровьи годится, или не годится замазывать раны, искусственное, я говорю, 100% не годится, их просто не надо делать, дерево само себя вылесит, любой способ, с помощью зачищения, вырезания ран, это страшная ошибка навсегда, а уже, вторичный вопрос, я бы, я, что тогда возмутил, 21 век, ну, нашатырный спирт есть, есть, марганцовка есть, есть, зеленка есть, водка, стоит в этом, или там, самогонка в холодильнике, да, или там спрятана куда-то подальше, вот, что угодно можно, протравите, а тут, только король этот упоминается, еще другие, почему-то пишут про, щавелевую кислоту, больше делать нечего, еще щавелем травить, ну, в общем, поняли, вот, меня вот это и возмутило, ну, и конец истории какой, вот второе письмо, что он согласен, это вы сами прощете, вот, почему, потому что, хорошая реакция, вот, нет, не прощете, сейчас я объясню, почему, он упоминает лак, мастика, долматов, вещь хорошая, на крайнем случае, краска масляная, вот, дело в том, что, долматов, это, один из, самого нашего, близкого, кружка, вот, если нас, я всегда говорил, трое, то долматов, четвертый, вот, допустим, это самое, вот, и уникальный человек, талантище, да, и мало того, что он садовод великолепный, он еще и вот это изобрел, и я просто, обязан, я считаю, вот, смотрите, Песоцкий, он со мной не согласовал, это не рекламная пауза, лак, мастика, вещь хорошая, я взял, а он же мне присылал, я же и пользовался, вот, убедился, убедился, вот она, любуйтесь, заказывайте, вот его данные, это просто, я подружески помогаю, вот, а теперь, дальше, как анекдот, я звоню Долнатову, проверил, его ли это телефон, он ответил, давно не говорил, говорю, Валера, значит, и рассказывал эту историю с этим, с коровиком, вот, что это, та самая дама, взяла в 21 веке, посоветовала, я почему еще размутился, где в городе взять дерьмо, это коровье, и в деревне сейчас, не каждый корову-то найдешь, Валерий Александрович Долнатов, я у него 7 флаконов выписал, и не пожалел, вот этот для вас, раз что она остается сторонницей, я же не переубедил, имею в 15-14 до lectill, когда тебе все будет, что вы видите, Octane, смотрите, в 10-14 после лучшем, получается со сохнем, Продолжение следует...